но я понял да это так к слову слову она люди которые в первый раз она киева беседы в основном что не понял но ясно понял вопросы с некоторыми разговоров задай вопрос если будет интересно будем разговор из харькова да ничего особенно вот выборы мэра скоро будет а ты откуда-то понял ясно но чё есть интересный вопрос я сказал что и что новое что интересно выборы мэра в октябре вот сейчас при выборе предвыборной кампании готовить еще там и будет либо доклили батерехов какой лучше по мне допкин но тереха в это наследник и кернеса типа читает уважали там много для уважали да много сделано спорами допкин тоже много сделал знаешь когда я допустим ющ пришел к власти он начал ликвидировать значит статус русского регионального языка так харьков оказался иди единственным городом который который в общем-то от футболе на узкой на на узкой на хищем областных прокуроров генерального прокурора и оставил в харькове региональный язык русский благодаря допкину и значит профессионализму харьковская пеллица до суда а в донецке и луганске русские в шестом году как как статус русского как региональный ликвидировали и восстановили лишь при януковича в десятом году а харькове он оставался благодаря допкин вот это так но больше за зачем коммунистическая россия дала русский город хаки фонар восемнадцатом году как одна страна видишь какая одна страна я говорю одна страна одна страна была в 22 года эти горе про восемнадцатый год отдали него ни одной стране отдали гугли брестский мир отдали германскому про дикторату украинской народной республики отнюдь отнюдь ни одной стране как думаешь почему что не ну я знаю ответ я твое мнение хотел ты можешь мне интересует твое мнение они то что на гугли смогу я знаю ответ это же в гугли на просто просто на набери брестский мир или ну отдали по бресту отдали по брестскому мира смотрю зачем надо набери карту украинской народная республика 18 по брестскому миру отдали харьков донбасс и частиных территорий мы уже два раза сказал украинской народной республики я тебе довольно четко задаю я тебе довольно четко задаю нет просто тараторишь бур-бур-бур какой-то брестский мир там харьковские соглашения чё-то хер поймёшь помедленно сосредоточен кому чего кто отдал я что же 10 раз повторил но и есть три раз три раза все придумываешь какие-то мир и брест и еще там чё-то давай три раза три раза эти еще раз повторяю харьков донбасс часть кубани ростовской области отдали он и донбасс донбасс напиши достаточно восемнадцатый год он и в н.р. брестский мир ищет девятьсот восемнадцатый год кому отдали он и р д д д д д д д граждан атак украинская народная республика википедии гражданская война в донбассе мы формально признали существование украинской противостояние австро-венгерск украинской как кубань одно время была украинской почему большевики отдали украине донбасс и одессу вот например ну что ты мне читаешь я это знаю я это проверял по гуглу не раз меня не меня интересует не мнение гугла интервью споры приближающие тех или иных округов фуэссер или сервились между советскими республики вплоть до 1928 года никто не хотел уступать важны социально-экономические в плане регионы так украинская центральная рада собравшиеся после февральской революции начале весны 17 года поставила что украина в новых политических условиях должна быть автономной но в составе россии политика проводимая временным правительством объединение объединенным украинским национерам движется к поддержке после этого как ухте большевики свергли правительство керенского это событие нашло широкого оптика на украине где партия ленин не пользовалась поддержкой политического большинства однако в донбассе большевикам удалось взять власть свои руки декабре 17 года нск рсфср направил центральное радиообращение где сообщалось о признании снг народной украинской республики украинцам дали понять что россия рассмотрит все варианты федеративного и иного существования ну лишь бы они определились со своим политическим предпочтением пользу большевиков конца декабря после первого всеукраинского съезда советов прогласившего создание у ссср на украине сосуществовали два государства подконтрольная центральной ради и большевистской россии января следующего года большевики выбили белых из киева и рада и и рада других крупных украинских городов однако уже в марте им пришлось подписать сепаратистский брестский брестко-литовский мир с немцами передать украину юридицию германии и австро-венгрии до двадцатого года советская власть не распространялась на всю территорию этого государства поделенного на самоуправоуглашенные республики по их там было более полутора ста десятков понятно да я ответил на твой вопрос могу ответить своими словами так при создании в семнадцатом году государственности рсфср и у ссср большевики пошли на такое соглашение пусть будет она вашей территории так как рассталась российская империя и было это одно государство сейчас она раскололась на многие кусочки пусть будет она за вами чистится лишь бы мы были все вместе в одной стране тут же так и написано украинцы согласились на это после того как вывели оттуда значится белогвардейцев украинцев послали нахер и сделали свое дело но тут пришли немцы австро-венгерцы россии тогда молодое государство не могла им противостоять поэтому отдали украину ненадолго этим товарищем ну вот вот надо было сразу своими словами гуглить я самыми а по полтора ста по полтора ста полтора ста десятков мне понравилось это это сколько мне твое мнение интересу и заинтересовала они то что в гугле написано а ты начал гуглить прочитал из гугла потом как потом стала своими словами я понял я там снова бы у тебя там слово прозвучало полтора ста десятка в это сколько ну вот неграмотно написано полтора ста десятков это извращенное название панк полторы тысячи более полутора а ты прочитал полтора ста десятков ну ладно ошибся бывает хорошо я просто вы мне твое мнение интересовало гуглить я и сам могу у тебя еще у тебя вопросы есть какие-нибудь у меня есть задавайте конечно есть как ты относишься к самой такой мощной санкции аж на три с половиной миллиарда долларов европейского союза да по отношению к украине позавчера буквально прокачали первый технический газ по северному потоку 21 нитки то есть в обход украины и ущерб украину на весь мир с вами а как так допустили нормально отношусь украина это гной гнойная отрыжка коммунистического режима и поэтому ее нужно как говорится самое лучшее если она фрагментируется то есть разделиться нервно причем а для этого значит лишить его транзита это один из вариантов экономического давления но сегодняшнего дня видишь какие санкции гузнули серьезная российская федерация вместе с батькой лукашенко батька перекрыл значит свою границу откуда он поставлялась в россию все санкционные продукты но только через белару но перекрыл это гром это грамм закрыли границу и плюс наши наложили санкции там на пшеницу на крупу там на газировку я знаю можете перечислять перекрыл это громко сказано перекрыл это значит нельзя официально возить если ты бывал на российской украинской границы или российской белорусской или белорусской сельской то ты мог видеть что там никакой границы нет переходи из села в село вот хас нелегально все для двигать ну вот так вот зашел за заехал по сельской дороге вперед сельские ну вот до к вида я к я два раза в год бывал в девятнадцатом году вот ты знаешь я по своей такой сознательной молодости до двух девяностых годах двух лишних годах гонял на фуле короче возил туда-сюда вот веришь нет я короче просто ехал да например вот так еду у меня даже категории и не было по деревянни даст прицепом прикинь или с полу прицепом иду например в астрахань тогда или в иран доску возили вот я иду короче вот так стоят посты или гаишники там останавливаешь права показываешь там там допустим 50 рублей лежит открывает деньги взял и ты дальше поехал похер документы есть я права есть я в курсе в курсе так вот так вот она последние года я работаю по месту да в газпроме тут на маленькой машинке гоняю почему я ушел да потому что дороги такие стали везде камеры-мамеры у тебя чуть перегруз ты даже не видишь этих весов ты просто по трассе едешь и там весы только знак стоит на них нету ты проезжаешь и бас интересно каким это образом будет на нерастаможенная машина да проехавшая из беларуси будет по российским дорогам гонять вот это меня очень сильно интересует это как она будет здесь а чтобы таракан что ли какой-то или как она будет есть я возил таможенные грузы сам лично да я тебя бьюсь я например фреш фреш например в российский забираю да вот его привезли мне загрузили пломбы поставили и остаюсь 12 часов подстойники пока этот груз таможен я понял я все объясняют я понял твой ответ если хочешь сказать что я сейчас на своей пуре приеду в беларуси загружусь с санкционным украинским товаром за копейки завезу в россию сказочный разбогатеев что ли ну ты будешь слушать ответ или нет ты же ты же повторяешь я не сочиняю я тигры как схема да я оба я на своей фуре могу ли я на своей фуре переехать границы украины и беларуси загрузиться украинским товаром заехать в россии вы здесь продать я это могу сделал не можешь ты приедешь почему это я не могу пластикным дорогам там вот так ты не слушаешь ты же дыре дурачка строишь из себя что объясню я все объясняет ты приезжаю в белгород санкционный товар мелкими партиями есть из украины это переводится на уазиках или на лошадях через границу допустим допустим 15 хода приводится на фирм а ты загружаешься а ты уже официально загружаешься в белгороде но не соображаешь лошадь лошадь ладо и дойнобойщик Лох-дальнобойщик. Наверно, зря жалел Деникин хама. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он с аргеналюциальной. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один... Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Ливська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Простучье семя повыведем за родную Россию, как гуси их рассеют. Тяжело будет и исповедь. Аркафорский группу. Мы сделаем украинским угрозом ночевым. Пытаясь. Да. Да. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консульный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смердный бой. Ты машинской силой днёмною. Не оранжевай, чумой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога.